Привет друзья, ставим лайк и поехали! Пожалуй, случай с Титаником – самое известное кораблекрушение в истории. И даже сейчас, 107 лет спустя, эта трагедия никого не оставляет равнодушным. Казалось бы, за это время историки и исследователи должны были узнать о той страшной ночи практически все. И все же в последнее время всплывают все новые и новые факты, связанные с Титаником, которые дают возможность посмотреть на ту далекую трагедию в совершенно новом ракурсе. Кладбище обуви В 2004 году была сделана фотография пары ботинок, лежащих на дне океана на месте крушения. К столетию гибели Титаника фотография была обнародована. Подтверждение того, что Титаник разломился на две части. Когда исследовательская группа во главе с Робертом Баллардом наконец обнаружила место аварии в 1985 году, она стала первой, кто увидел Титаник с момента его затопления. Это фактически положило конец 73-летнему спору о том, разломился ли корабль на две части при затоплении. На дне нашли две части корабля. До открытия обломков считалось, что корабль утонул в целости и сохранности. Гибель Титана В 1898 году автор Морган Робертсон написала книгу «Тщетность» или «Гибель Титана». Сюжет впоследствии показался уж больно знакомым. Робертсон писал о корабле «Титан», который отправился в первый рейс через Атлантику, столкнулся с айсбергом и затонул. У лайнера не было достаточно спасательных шлюбок, поскольку он считался непотопляемым. А также это был самый большой корабль своего времени. Котелок и наполовину наполненный стакан. Пассажир первого класса Генри Харпер оставил котелок в своем шкафу рядом с пальто в ночь, когда Титаник затонул. Было жутковато увидеть целый котелок в шкафу среди полуразрушенной каюты Харпера, именно там, где тот его оставил. В другой каюте на умывальнике нашлись стакан с водой и стеклянный графин. Стакан воды стоял на своем месте в специальном держателе. Если бы он был пустым, то выпал бы из держателя, когда пароход начал идти на дно. Ключ, который мог бы спасти Титаник. В 2007 году, через 95 лет после затопления, на аукцион был выставлен ничем не примечательный ключ. Казалось бы, что в нем такого? Но этот ключ открывал шкафчик вороньего гнезда, в котором находился бинокль, потенциально способный спасти Титаник от катастрофы. В то время опасности в море высматривали как раз в бинокль. Но владелец ключа, второй помощник Дэвид Блэр, был исключен из экипажа прямо перед отплытием Титаника. Из-за спешки он забыл вручить ключ своему преемнику Чарльзу Лайтлеру. Первый фильм «Титаник» вышел на экраны через 29 дней после гибели корабля. Дороти Гибсон, популярная в то время актриса, снялась в фильме о гибели Титаника менее чем через месяц после того, как океанский лайнер пошел ко дну. Дороти Гибсон фактически была пассажиром на Титанике и пережила ту ужасную ночь. Поначалу актриса не захотела сниматься в картине «Спасшаяся с Титаника» из-за того, что совсем недавно пережила это лично. Тем не менее, продюсеры сумели убедить ее. Скрипка и история любви. Известная история музыкантов, которые продолжали играть на тонущем корабле, не может не тронуть. Руководитель восьми музыкантов Уоллес Хартли играл на скрипке, пытаясь помочь пассажирам сохранять спокойствие, когда корабль тонул. Музыкальный инструмент был подарком Хартли на помолвку от его невесты. Злополучный айсберг, возможно, был сфотографирован. Крейсер «Принц Адельберт» вышел в рейс 15 апреля 1912 года. Когда взошло солнце, один из членов экипажа заметил нечто странное на соседнем айсберге. На нем была огромная красная полоса, как будто по нему проехался корпус корабля, поэтому матрос сфотографировал его. В то время экипаж еще не знал о крушении Титаника. Остановившиеся карманные часы. Одно из 13 пар, которые решили отметить свой медовый месяц на Титанике, были 37-летний Джон Чепмен и 29-летняя Лиззи. Карманные часы мистера Чепмена остановились как раз в тот момент, когда они попали в холодные воды Атлантики. В час 45 утра 15 апреля 1912 года часы были найдены вместе с телом Джона, но, к сожалению, тело Лиззи так и не сумели найти. Отмена аварийных учений. 14 апреля в день, когда Титаник врезался в айсберг, по иронии судьбы были запланированы аварийные учения со спасательными шлюпками. По неизвестным причинам тренировка была отменена капитаном Смиттом. Если бы учения были проведены, наверняка удалось бы спасти больше людей. Пассажиры и экипаж были бы лучше готовы к ситуации. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в инстаграм и фейсбук. Ссылки в описании.